Испокон веков люди с опаской относились к появлению на небе комет, но за тысячи лет наблюдения и изучения у человека сформировалось уважительное отношение к астрономии. Сейчас к нам спешит хвостатая гостья С2022Е3. Ледяная глыба из облака Аорта, которую ранее никто не наблюдал, 12 января прошла перегелий своей орбиты. Проведя ряд наблюдений, построили элементы орбиты, модель орбиты этой кометы и определили, что она долгопериодическая комета и появляется вблизи нашей планеты раз в 50 тысяч лет. Изначально комета находилась в поясе астероидов и была принята за один из них, ведь никаких кометных признаков не было. Праздничная комета была обнаружена в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года в ходе регулярного фотографического обзора неба. Телескопы используются совершенно разные и, тем не менее, удается многим открывать иногда даже по тысяче таких объектов каждый ежегодно. 12 января, накануне Старого Нового года, комета прошла наименьшее расстояние между ней и Солнцем. Дистанция составила порядка 150 миллионов километров, одну астрономическую единицу. На таком же удалении от Солнца находится Земля. В начале февраля комета хоть и будет находиться наиболее близко к Земле, но поскольку в это время наступит полнолуние, условия для ее наблюдения будут не самыми благоприятными, заметил профессор. Очень близкие объекты, просто до орбиты Юпитера внутри практически это астероиды. Дальше кометы. Ну потому что, я еще раз повторяю, у астероидов отличие от кометы, ну разумеется, хвостов нет и так далее, по той причине, что ледяная вот эта составляющая в процессе эволюции под действием градиента солнечного излучения испарилась. И там остались только глинистокаменные вот такие вот составляющие. Более благоприятным периодом для наблюдения кометы является период с 10 по 15 февраля, когда она уже будет находиться вблизи Марса. Стоит взять во внимание, что и засветка от планеты не будет способствовать необходимому темному фону. Также для наиболее выгодной наблюдательной позиции просмотр кометы лучше проводить вдали от городской засветки в наиболее темное время суток.